В девятиэтажном многоквартирном доме Татьяна Мазенко проживает со дня его постройки. По её словам, само здание в хорошем состоянии. Подъезды убирают трижды в неделю. Раз в неделю она обрабатывает все перила, подоконники, почтовые ящики. Вот у нас, это мы сейчас поснимали, здесь будем новые вывешивать, тарифы и всё прочее, смету. Вот, сейчас даже мы ставим, мы уже поставили на девятом и на восьмом этаже, меняем двери на вот эти пластиковые. А вот к придомовой территории у жильцов есть вопросы. В частности, это разваливающийся колодец и просевший вокруг него грунт. Проблему удалось решить при содействии министра спорта Крыма Ольги Тарубаровой. Тарубарова Ольга Александровна, министр спорта Республики Крым. По поручению Сергея Валерьевича, находимся сейчас в Керчи, вот проблема. Нельзя ли, чтобы ваши специалисты оперативно выехали по адресу Будённого 33? На место выехал руководитель местного отделения предприятия «Вода Крыма». Проблему пообещали устранить в ближайшее время. Сегодня, там буквально, они там освободятся, сейчас на работу. Направлю сюда бригаду первую, здесь мы оградим, да, и возьмём. Ну, на следующей неделе, я думаю, не проблема, всё это сделать. Строительство новых детских площадок и спил сухих деревьев. Эти вопросы жители предложили решить в первую очередь. Всё это мы передаём в администрацию для рассмотрения и, безусловно, решения вопросов. Мне кажется, тот двор, где мы сейчас находимся, это идеальный двор. И именно к такому надо стремиться, чтобы во дворе была и спортивная, и элементы спортивной площадки, детской площадки, заасфальтированы места для парковок. И вот когда в Керчи в каждом дворе будет такая инфраструктура, мне кажется, вот это и говорит о том, что качество жизни людей значительно будет улучшено. До 26 января по поручению главы Крыма чиновники должны обойти чуть менее полутора тысяч домов и выявить проблемы. Основные проблемы, которые беспокоят жителей вокзального шоссе, это постоянное засорение системы канализации, а также неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Ямы, которые образуются на дорогах со временем, делают передвижение по ним настоящим испытанием. Все замечания, полученные от жильцов, будут анализироваться в администрации Керчи, работники которой, в свою очередь, тоже будут реагировать на обращения граждан. Также хотел отметить, там в ужасном состоянии у нас находится дом номер 131 по улице Вокзальное шоссе. Администрации необходимо срочно принимать меры. Там большие трещины в стенах, большие трещины в потолке. Граждане жалуются на то, что давно никто к ним не приходил, проблемами их не вникал. Итогом министерской проверки станет совещание с главой Крыма, где будут озвучены все жалобы и предложения жителей Керчи. Дауд Чахалов и Артур Чалый, телеканал Миллет, Керчь.